Всем привет! Это новости ревью и мы начинаем. В Алматы продолжается казахстанская неделя моды. Второй день показов открыла наша коллега Динара Саджан. В кулуарах уже давно шепчется, почему телеведущая ездит на российские и французские фэшн-вики, представляя восточный кутюр. Предлагаю в этом разобраться. Для Динары Саджан это первое участие в казахстанской неделе моды. Журналист успевала не только готовить манекенчиц к выходу, но и брать интервью. Свою первую коллекцию она показала в прошлом году на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, вторую на Oriental Fashion Show в Париже. У нас в стране, когда ты выезжаешь за рубеж, поешь, снимаешься в кино, на это обращают внимание. В рамках КФВ Динара представила линейку, посвященную Алматы. Легкие платья с цветочным принтом и игривые наряды из гипюра. Почему Динара, телеведущая? Слушайте, я еще и ательер, да? То есть захочу завтра, буду флористом. У меня есть креативный директор, да, который помогает мне создавать. И прежде чем открыть свою линию одежды, я 8 лет работала на других дизайнеров. Аида Кауменова одна из первых преподнесла цветы телеведущей. В этом сезоне дизайнер не участвует в КФВ, так как берет тайм-аут на год. Связано это не столько с замужеством, сколько с расширением модного бизнеса. Ну а следующий показ империатрица от Наиля Байкучукова. Расскажите о коллекции, о шедеврах, которые вы сегодня представите. Я вдохновлялся 18 веком, бальными большими платьями. Но я хотел им придать такого металлика современности, но формы оставить прежние. Затем последовали три фэшн-шоу от приглашенных кутюрье из Египта и Марокко. Второй день КФВ прошел, да? Пять показов, что понравилось, что не понравилось. Упечатлил, естественно, Наиль Байкучуков. От Наиля Байкучукова действительно такие наряды, которые не стыдно одеть на красную дорожку и вообще на ивенты. Ну, я, наверное, вас не удивлю, если скажу, что Лера Кудрявцева уже два сезона подряд открывает Муз-ТВ в его платье. Субтитры сделал DimaTorzok